Сказать, что наш хор растет, возможно, не в количестве, но внутренне он очень сильно растет. Больше уверенности. Кто меня не знает, меня зовут Ольга Жданович. Я хочу вам засвидетельствовать о том, что значит слова «благословенно на входе, благословенно на выходе». Мне не было 86 дней. У меня двое деток, кто не знает. 5 и 9 лет. Привет. Супруг. Супергерой. И я, наверное, можно три дня рассказывать, что происходило за мной за три месяца. Но я покажу только яркие моменты славы Господней. Начну с того, что мне очень сильно не хотелось ехать. У меня были запланированы на месяц различные по работе дела. Должна была поехать в Беларусь, потом в Литву, потом в Киев. И везде в каждом, в каждой стране было какое-то мероприятие особенное. И также мне нужно было поменять паспорта и сделать визы. Дети наши растут, и нужно периодически раз в пять лет обменять паспорта. И за день я настолько не хотела, я настолько боялась лететь в связи со всей ситуацией, которая нарастала. Я заболела на пустом месте. Просто. Я не помню, что у меня было, но у меня, короче, были там, ну как, плохо себя стало чувствовать, как заболел. Я, типа, простудная что-то такое. И когда уже надо было выезжать, в тот день, я просто набрала теплой воды. Как ребенок залезла под одеяло и сказала, я никуда не хочу ехать. Но куплены билеты, я начала молиться. И Бог мне сказал в сердце, что как только ты войдешь в самолет, я разрушу все твои сомнения. Вот просто доверься. Вот. И так действительно произошло. Я попросила до поездки Александра, заметила случайно в интернете, заметила случайно, что один из людей, который здесь занимается шоколадом натуральным, что он наконец-таки куда-то выставил в магазин этот шоколад. И в качестве подарка я хотела взять родителям этот шоколад. И так как муж поехал в магазин, я говорю, Саша, обрати внимание на витрины там одного, второго магазина. Ну, возьми этот шоколад. Ну, естественно, он его не нашел. Купил другой. Думаю, ну ладно, ну не нашел, не нашел. И что вы думаете? Я захожу в самолет. Сейчас хочу показать, чтобы мне фотографию показала Оксана. Захожу в самолет, и представьте, вот точно там, где я сидела, сидел мужчина, посмотрел на меня и подарил мне шоколадку. Именно эту шоколадку. Это сам автор вот этих шоколадок. И после этого у меня просто слезы брызнули. Я говорю, Господи, вот это действительно знак, это подтверждение, что я благословлена. Во-первых, я боялась лететь, потому что, ну, а вдруг я где-то заражусь. Там мне еще в поезде надо было ехать. То есть, короче, Бог благословил, показал знак, что все будет хорошо. Вы такие все скучные, я что вообще, вы понимаете, это слава Божья. Кто-то скажет, аллилуйя, аллилуйя. Но это не все, это не все. Когда мне нужно было поехать в поезде, моя мама говорит, Оля, ты когда прилетишь в Москву, не берись за ручки. И было так смешно. Я захожу, а там все ручки сняты. Просто пустые двери без ручек висят. То есть, ну, кто как делает, как это называется, профилактику, да? Вот. В итоге захожу в поезд, стоят вот эти вот штуки, которые дезинфицируют. И я спрашиваю у проводницы, а вы вообще как бы, ну, обрабатываете она? Угу, обрабатываем. Я так и не поняла, обрабатывают или нет. В итоге я там все протирала. Зашла семейная пара, мусульманская. Вот. Ну, ладно, думаю, слава Богу, как бы, ну, знаете, ну, пара и пара семейная. Но в этом поезде ехала благословенная сестра с моей церкви в Беларуси. Вы представляете? И тут я опять поняла, Бог меня благословляет и здесь. В итоге я прилетела к родителям. Конечно, они там все там думали свое, там, родственники думали, вот, она прилетела из Европы, это что, заразу принесет. Слава Господу, Бог верен, никаких зараз. И, знаете, я наоборот была, можно сказать, разрушителем зараз. Потому что пастор говорил, здесь вещал, рассказывал, у нас было служение по интернету. Надо молиться, мазать косяки, надо освещать свое помещение, чтобы ни одна зараза не вошла. И, знаете, я поверила. Я просто поверила, что если я живу в этом доме, то весь этот дом благословлен. Ну, неважно, верят мои родители, не верят, это все благословлено. И я ходила, короче, у меня был такой флакончик с маслом, и я ходила там, мазала. И в один был момент прекрасный, мне было очень сложно с родителями. Естественно, они-то не верят, но я-то верю, и мне по барабану, что они не верят. Я хожу с маслом. Знаете, и был момент, когда у папы схватил желудок, ну, реально у него температура. И они боялись с дачи приехать, потому что вдруг это заразно. И приезжают, и я говорю, да все нормально будет, все хорошо. И они такие, да, ты правда думаешь, что это не вирус. Я говорю, ну что, у тебя желудок болит, какой это вирус. Короче говоря, в один прекрасный момент мама сказала, как хорошо, что ты здесь. Потому что были люди, которые их, наоборот, нагнетали. А тут Господь такую давал просто невероятную свободу, такую вот защиту. И знаете, я поняла, что мне надо здесь быть, пока сойдет вот эта вот первая волна страха. Вот, ну, не буду все рассказывать. Скажу вам, что Бог меня реально вел в том, что даже если мы оказались без церкви, даже, ну, я не могла ходить в церковь на полдке, потому что у родителей был бы страх еще больше. Поэтому мне нужно было что-то делать здесь и сейчас. Было очень тяжело, правда. Я каждый день вставала с песней, с песнями. Это по-другому никак. Знаете, я, может быть, если как-нибудь получится вам ее поставить. Но там слова, значит, буквально коротко, два куплета хотела зачитать, чтобы вы осознавали, насколько было... Что-то у меня тут... Сейчас, простите. Вроде подготовилась. Были у меня слова. Ну, ладно, если загрузится, я вам потом зачитаю. То есть я постоянно себя наполняла вот словом, что надо встать, надо делать свои дела. Я сфокусировалась там на рабочих моментах, на том, чтобы... Вышла я на одну тоже женщину, которую мы знаем, она давала здесь у нас в арнии школу молитвы. И она мне предложила... Вернее, я вспомнила, что она мне когда-то предлагала молиться. То есть я как ученик у нее могу учиться истолкование языков. И я говорю, давайте, я, короче, готова. Пришло мое время. И мы с ней начали молиться. То есть 15 минут молитвы на языках. И потом каждый себе пишет, что сказал Господь. И мы стали друг другу это говорить. Ну, естественно, больше она меня учила. Но также я для нее тоже слово получала. И это был потрясающий опыт. И мы до сих пор продолжаем с ней это раз в неделю встречи. И она сказала, ну все, Оля, теперь бери учеников. И я стала брать людей. И как бы и там думаю, ну что я им скажу? Но оказывается, настолько были ответы в их жизненных ситуациях. И это на самом деле не все. Это не все. Потому что когда я возвращалась назад, я поняла вообще, какой у Бога чудесный план. Короче говоря, несмотря на то, что я очень сильно скучала по детям. А несмотря на то, что они очень сильно скучали по детям. Были моменты, когда я просто в воскресенье, я снилась на колени и говорила, Господи, просто окутай моих детей любовью. Я не хочу, чтобы они ни в чем нуждались. И я узнаю у мужа, что он собирает чемодан моей дочки, потому что она решила остаться в гостях с ночевкой. То есть я поняла, что Бог все прикладывал. Людей прикладывал, взаимоотношения прикладывал. Он мне говорит, мама говорит, я особо не скучала, потому что я была в гостях. То есть для меня это было просто как еле и на душу, что вот я молюсь, и Бог тут же отвечает. Но в то же время я действительно, как знаете, такой вот огонечек была там. И я поняла, насколько людям тяжело без Бога, особенно тем, которые не принимают Его. То, что кто меньше всего достоин любви, больше всего ее в ней нуждается. И это просто, знаете, с одной стороны меня это пугало, потом раздражало, а потом я настолько сокрушалась, я думала, господи, ну как этим людям помочь? Вот как им помочь? Наверное, я еще буду долго на эту тему, скажем так, размышлять. Но Бог сказал, что я благословена на выходе. Вопрос, когда? Мы купили билет на 28 июня, Turkish Airlines. Я их очень сильно люблю, но они очень странные, потому что стали переносить постоянно даты. С 28 на 14, с 14 на 1, с 1 на 8. Короче, нам это все дело очень сильно надоело. И я в Фейсбуке случайно увидела запрос, кто с Беларуси летит в Болгарию. И представляете, мы нашли 4 человека, ну вместе со мною, которые попали в такую же ситуацию. Причем двое были с моего города. Представляете, с моего города. Мы объединились, и там началось, они начали паниковать. Ай-яй-яй, нас, короче, всех там, ну, я даже не помню, какие были самые страшные их ожидания, на что у меня просто не хватало терпения. Я говорила, так, я запрещаю говорить слова неверия в этом чате. Бог нас любит. Он мне обещал, короче, либо вы верите в самое лучшее, и мы отсюда уезжаем, либо, короче, вы, это, я ухожу с вашего чата и, ну, буду искать другие варианты. И знаете, некоторые люди просто даже просили молитву покаяния, то есть реально это было такое свидетельство живое. И в итоге, вот так как девушка, которая больше всех паниковала, в один прекрасный момент мы поняли, что с этим самолетом турецким мы ничего не сделаем, нам нужно искать другой вариант, и мы стали молиться. И во время того, как мы молимся, эта девушка пишет, Оля, назови свою фамилию, и я пишу свою фамилию, оказывается, она приехала в авиакомпанию и уже бронирует на нас билеты, представляете? Та, которая больше всех паниковала, она забронировала билеты. Но там же был такой, а вдруг полетит, а вдруг не полетит. И она, давай, короче, Саше с моим все доказательства того, что все полетит. Ну, короче, было много сомнений, но тем не менее, Бог что обещал, он исполнил. И я тоже хочу показать фотографию с моими родителями, которые реально, ну, вот они меня уже провожали в Полоцке, ни души не было на вокзале, там еще фотография с моей сестрой, с моей племянницей, там девочка молоденькая, да. То есть мы провели, на самом деле, хорошее время, я еще раз увидела, мне Бог показал моменты, за что конкретно нужно молиться, да, чтобы в их жизни пришел свет. И там еще какие-то были фотографии с девушкой молодой. И вот эта девушка, вот эта девушка, да, во время того, как я была там дома, у нас в карьере произошел невероятный прорыв, она нашла такого ключевого человека с Кавказа, который в наш бизнес, скажем так, пригласила человека, который, ну, раза в три, в четыре мощнее, чем мы. Вот представьте себе, она обычная девушка, которая в социальных сетях познакомилась с одним человеком, и получается, вот, как вам объяснить, к ней пришел этот человек по вере. Она просто молилась, просила, она уверовала где-то больше года назад. Я специально эту фотографию хочу вам показать, потому что потом она сыграла очень такую важную роль в моем путешествии. Мы взяли билет на Сербию. В конце концов, мы взяли билет на Сербию и ждали 4-го числа. И я не отступала от того, что именно 4-го июня я полечу. 1-го июня, можно тоже фотографию с цветами, я благословенно попала, поздравила Сашину маму с днем рождения, у которой год назад умер муж. Понимаете, как это важно? И мы приехали в качестве сюрприза. И можно цветы там, где с цветами? Оксаночка, фотография, там букет цветов я помню тебе скидывала. Вот, для нее это было, конечно, очень трогательно, когда сестра встала и сказала, что надо жить, надо с цветами. Там были цветы. Что надо жить, что надо продолжать. Мама, естественно, начала плакать, потому что, ну как, вот ты будешь продолжать, когда у тебя болит? Вот, а я не знала, что мне, Бог, что мне сказать. И знаете, что, когда я сказала, что, ну, и я что-то скажу, Бог тут же сказал, что надо сказать. И я поблагодарила маму просто за Сашу. И рассказала ее, пока я была в карантине, ой, в карантине, в Беларуси застрявшая. Он за это время сделал ремонт, купил огромный аквариум. Он там с детьми делает уроки онлайн, и все просто удивляются, как он может. И я сказала, что самое, наверное, важное, то, что в их семье передается из поколения в поколение эта медленность на гнев. Мама просто, она засияла, она просто поняла, что она не зря всю эту жизнь живет. И я, вот, знаете, я пожелала, что пусть это дальше, через ее детей, внуков и правнуков, это передается черта, потому что это действительно, это, ну, это по Библии. Это то семя, которое Бог в этом роду исполняет, несмотря на то, что, к сожалению, вот, я верю, что вот на Саше все это закончилось, разрушены все проклятия. На самом деле, вот, очень рано уходят мужчины, к сожалению. Вот, но сейчас уже все разрушено. Аллилуйя. Короче, фотографию я с цветами не сделала, наверное, не сбросилась. Ну, ничего. Ну, там букет был красивый, от всего сердца. И знаете что? Я поняла, почему мы 4-го числа полетели, потому что 1-го июня у мамы день рождения. Вот, нужно было так. Вот. И 4-го июня нужно было вылетать в Сербию. Я собрала в 4 утра, уже была в самолете, не в самолете, в поезде. Там, короче, я обратила внимание, что, оказывается, я билет не проплатила. Ну, ничего, помолились, слава Богу, на месте рассчитались. Это были, оказывается, цветочки. Потом, когда мы прилетели, я тоже заметила момент, знаете, Бог учитывает все наши желания. Когда мы зашли в зал ожидания, я обратила внимание на мужчину, который пшикал постоянно руки. Вот он прям, вот я прям, пацану понимаешь, он пшикает руки, у него маска такая, прям таким, ну, мурдником плотным. Ну, а мы все были в масках, в перчатках. И я думаю, я еще обратила внимание, ну, молодец такой, да, такой солидный. И, ну, видно, что, знаете, не разгильдяй, здоровье относится серьезно. Я с этим мужчинам летела. Он был на соседнем месте. Он даже не ел, понимаете? Он настолько, оказывается, он летел во Францию, он турок, у него российский паспорт, на русском говорит, но во Франции у него дом, семья, и он не мог попасть. И он говорит, я просто прилечу в ближайшую границу, скажу, давайте я сделаю вам анализ, докажу, что я чистый, да, и меня пустите, пожалуйста, домой, потому что у меня там семья. И вот мне Бог такого благословенного человека рядом посадил, чтобы у меня вообще никаких сомнений не было, понимаете, потому что это важно. И нас встретил мужчина, с которым тоже договорились мои попутчицы. Нас было трое человек с ребенком восьми месяцев, с коляской огромной, и с много-много чемоданов. И когда он открыл, наш встречающий мужчина, его зовут Сергей, когда он открыл свой чемодан, ой, багажник, оказывается, он не убрал корм для животных, 15 килограмм, а у нас куча чемоданов. И он так весь растерялся, на себя начал наговаривать, какой он нехороший человек, и он начал эти сумки судорожно запихивать и доставать. Они все по 20 килограмм. Запихивать и доставать. И мы видим, а жара, он уже ха-ха-ха. И он, короче, садится такой, да, а я сижу, а я стою вообще, и не знаю, что делать. И мне Бог говорит, помолись, прям руки положи, помолись, а я стесняюсь, я очкую. Мне страшно, как? Ну, я там помолилась, чтобы чемоданы засунули, чтобы он не умер. И он, в самом деле, говорит, у него 4 было инфаркта. И только 2 или 3 месяца назад он начал отходить. Представляете? И он, походу, хватается за любую работу, чтобы подзаработать. Ему так неловко, что вот он этот корм оставил. Но мы засунули все вещи. Мы даже закрыли этот багажник. Мы сели, мы такие были счастливы. Вы не представляете, мы такие были разные сны. Но я не возложила на него руки. Но помолилась. Но не возложила. Застеснялась. Бог все видит в наше сердце. И мы когда поехали, у нас была только одна остановка, 50 километров отъехали от Белграда, или Белграда, Кучасевского этого столицы. И мы вышли просто на автозаправку с маленьким ребенком. Я там, короче, помогала маме. У нее болела голова. Я там ей резерв дала. Потом говорю, давай помолимся. Потом давай кофе выпьем. Вспомнила историю сразу Наташи, как она откачивалась с низким давлением. И мне жалко было эту маму. Я с этим ребенком, с сумкой, с документами. Короче говоря, целую папку документов, с шестью паспортами, и карту я оставила в туалете. В заправке. И забыла про это, то, что я там ее оставила. И мы поехали счастливые, 200 километров. И тут я, и тут он говорит, что платная дорога подорожала. И я думаю, надо же рассчитаться с человеком. Открываю свою сумку, а папки-то с документами нету. И у меня мысль, надо возвращаться. Девочки, а девочки все рассчитывают, чтобы мы были втроем, чтобы было дешевле. И вот я говорю, ну все, давайте, короче, на границу девочек отдаем. Они должны были успеть дальше, там, на поезд или на автобус. А я еду обратно. И у меня даже в мысли не было, что Сергей может отказать. Даже в мыслях не было, что водитель может отказать. Я говорю, я все оплачу и едем. Но там еще была такая ситуация, что нужно было забрать одного человека, который тоже напросился, чтобы ему помогли добраться. Он доехал до определенного города на автобусе, и нужно было сделать небольшой кружок и забрать его. Но тот человек был, вот знаете, я не знаю, как объяснить. Короче, если я для них была вся инопланетянка, Сергей вот этот был, ну, добросовестный мужчина, который нам заготовил пять литров раки, не знаю для чего. Ну вот, смотрите, обычный мужчина, русский, да, то этот человек, короче, он вообще особенный. Такой особенный, что мне показалось даже, что он реально, ну, как-то связан с плохими силами. И когда этот Сергей говорит, ну, поедем его заберем и с ним скатаемся, чтобы он не на улице ждал нас, там, 400 километров надо проехать, да, а я говорю, так он же был с нами в машине ехать. Он говорит, ну, а что делать? Он его, очень пожалел. И когда тот сел в машину, тот сел в машину, а, а до этого был момент, что я начала молиться. Я говорю, я поняла, почему Бог сказал возложить на ваши руки, а я не возложила. Он такой, да ладно. Я говорю, да, ну, да, у меня было 4 инфаркта, я чуть не умер. Я говорю, да, господи, и все. И я начала молиться. Он говорит, ну, молись, короче. И он мне говорит, я говорю, господи, дай мне ответ. И он мне говорит, а что ты стесняешься веры своей? Ну, и что, говорит, ну, я бы не против, если ты за меня помолилась. Я говорю, да, правда. Короче, все, что он... А я говорю, господи, скажи мне, все, что нужно было мне сказать, он мне говорил. Этот человек мне говорил. Говорит, Оля, я тысячу раз оставлял свою сумку в этих автозаправках, никто никогда ее не забирал, ни одного цента оттуда не забрали. И он мне начал постоянно меня поддерживать, но когда сел тот товарищ на заднее сидение, я вот так вот улыбнулась, он говорит, не надо меня обаянием покупать. Я говорю, нет, я к тому, чтобы вы ничего не сказали против того, что мы сейчас заберем мои документы. Короче, мы по сути тоже запретила ему говорить какие-то слова неверия, он только сказал, что я очень наивная, дальше не продолжал. Ну и суть в чем, что были у нас такие разговоры сложные, потому что представьте себе, час ночи я в машине с двумя мужиками, они начинают молчать, а чтобы они не спали, я начинаю задавать им вопросы там, да, почему вы так думаете, почему женщины такие, а мужчины такие. Короче, они были просто в шоке, я не знаю, чем и что они думали, но мне уже было все равно, потому что я поняла для себя, что неважно, кто что обо мне думает. Вот я такая, какая есть, вот хоть что со мной, хоть я в это верю, то, что во что верят, то и получаю. И Бог сказал, что я себя благословена на выходе, значит благословена на выходе. Девочки, которые поехали раньше меня, им выписали 14 дней карантина, потом человек, который их встречал, сказал, вы, короче, дурочки, нужно было там договориться на месте, ну, как получилось. Этот Сергей говорит, не надо договариваться на месте, все будет нормально, ему, ну, все будет, все будет хорошо. И мы по пути позвонили в автозаправку, он вышел, договорился, и нам сказали, что да, действительно, на той автозаправке нашли. Но когда в самом начале я начала молиться, и когда мы подняли на уши все, что можно было, вот эта вот девушка, которая была на экране, поставь ее, пожалуйста, фотографию, мы с ней говорили, она мне дала сразу слово, потому что у меня вот такая была голова, я могла молиться только на языках. И была одна мысль, если сейчас с моей головой что-то случится, это на всю жизнь. А мне буквально 200 километров потерпеть надо. Либо я сейчас успокаиваюсь и 200 километров, либо потом всю жизнь голову больную лечить, да. Ну, представьте, с чужой стороны без документов. И я очень сильно хочу домой. И вот она мне дает такое слово. И я говорю этому Сергею, все, я все поняла, я больше никогда не буду препятствовать то, что Бог сказал. Возложить руки, значит, возложить, и мне плевать, что происходит. И он, она мне, я говорю, господи, скажи мне, вот этот человек говорит, и вот эта девушка молится и говорит, молюсь, молитва на языках, слово получила. Овцы под присмотром пастыря, ты в безопасности, под моей защитой. Будь спокойна, возлюбил, избавил, смотри на того, кто больше. Все уроки во благо. А у меня было прям, я ему говорила, я поняла, я учла урок. И тут она и подтверждает, уроки во благо, крепись им ужасе, укреплю, защищу и не оставлю. Славь, душа моя, Господа твоего, сильные ветры не могут потушить пламя любви, избранная моя. По правую руку я стою, не бойся, я с тобой. Как сложно смотреть на Иисуса. У меня мысли, естественно, о, куда бежать, какую полицию, языка не знаю. Я говорю, так, плевать. Иисус, как страдал. Сразу вспоминаю слова Андрея Ли. Посмотрите на Христа, как он мучился, как он страдал. Сразу все проповеди вылазят, вы не представляете. И я говорю, так, Иисус, я вспоминаю страсти Христовой. Иисус так страдал. Ну неужели мои документы вообще, они капли его крови, что ли, стоят? Он уже все заплатил. Вспоминаю слова Андрея Пустошила. Вот, не надо допускать до такого, чтобы нужно... А, у меня еще была мысль, что, ну вот, теперь я с ним поговорю, с Сергеем. У меня же времени много теперь, 400 километров, да? Вот сейчас я договорюсь. И мы, я по полной программе, молитву покаяния, возложением рук, исцеление. Я говорю, сейчас все разрушим, все ваши инфаркты, сердце вам Бог даст новое. Вот мы были в Казахстане, там один человек в 36 лет получил инфаркт, чуть не умер, автобазой был начальник. Сегодня служит Господу. Короче, меня прорвало, мне уже было по барабану, кто что скажет. Потому что реально я, ну, я получила урок, да? И я сказала, все, Господи, я все поняла, я больше никогда не буду дожидаться, чтобы меня вот так посадили в машину на 400 километров. Ну, вещай, Оля, вещай. Вот, так что благодарю, слава Богу, тоже за Алену. Как раз это вот та девушка, которой вот мы с ней молимся, да? То есть я ее, я ее, получается, истолковываю, она истолковывает меня. И когда в самый тяжелый момент она мне дает слово, и ага, смотреть на Иисуса, я вспоминаю, как Иисус страдал. А, и он такой говорит мне, ну, ты же только что помолилась, что ты переживаешь? Вот этот Сергей мне говорит, ты же только что... Я говорю, я вправду, я дочь царя. А он говорит, ха-ха, дочка царя. Я говорю, да, я дочь царя, вы что, не знали? Это было что-то. Короче, да. Весело было. Ну, мы позвонили в заправку, и мне сказали, что да, действительно, документы они нашли. Ну, документы нашли, там же еще деньги, папка прозрачная, там же все понятно, там все видно. Там три вида валют, что хочешь, выбирай. Но Бог обещал. И знаете, что она мне дальше, эта девушка говорит? Она мне говорит, я же не помню где. Она, короче, находит тоже телефон. Мы позвонили. А, я говорю, господи, ну, чтобы не переживать. В итоге мы дозвонились, сказали, что папка нашли. И она мне сказала, что в твою папку взяла темная девушка с хвостиком. И папка, говорит, красного цвета. Я говорю, нет, она оранжевого. Ну, почти, да. Но фишка в том, что вся девушка была где-то в красном. Представляете? И она говорит, благослови ее. Понимаете? И я, когда подошла, я ей что-то на русском говорила, поняла, не поняла. Единственное, что надо было фотографироваться. Вот это, конечно, было бы у меня еще одна фотография. И все вот как вот лежало, так оно и осталось. Со всеми бумажками, квиточками, все-все-все. И вот этот мужик, который вот не верил в него, что, да, он сказал, что это фортуна. Я говорю, ну окей, пусть будет фортуна. Но это не все. Когда нас привезли на границу, и мы пошли проходить границу, я говорю, вот посмотрите, сейчас нам никакого карантина не выпишут. Но все равно страшно. И что вы думаете? Нет, он все, 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 фортуна. Все фортуна. Все, слава богу. И это не все на самом деле. Меня встречал человек, который изначально, я просила, чтобы меня встретил, но он, дедушка, там замялся. В итоге он заехал за мной, заехал, вернулся с Софии. В три часа ночи я его подняла. И как бы мы размышляем об Иисусе. Он когда-то верил, ходил в церковь, но видно, не было личной встречи с Иисусом. И я говорю, ты знаешь, у меня это так вот ценно, что ты ради меня в три часа поднялся, и ты меня везешь в шикарной машине, и я такая счастливая королевна, ну как царская дочь. Он говорит, а он молчит, он только слушает твои эти. Я ему рассказываю, что вот я там этих мужиков развлекала, чтобы они не уснули, а они с меня смеялись. Он такой, ну я представляю. И он говорит, ну да, говорит, для меня это очень ценно, что ты меня встретил. Он такой, я говорю, а для тебя что ценно? Какую ты дружбу, ну вот, как ты любовь воспринимаешь? Он такой, ну, жертва. И у меня у самой слетело с языка. Ты знаешь, наш Бог, единственный Бог, который жертвой заплатил за нас. Единственный Бог. И спросила у него, ты смотрел Иисус под следствием? Он говорит, ну ты мне ссылку скинь, я обязательно посмотрю. То есть вот это вот само вот все свидетельство. Ну, я хотела прилететь в Варновом самолете, я прилетела, и слава Господу, я, наверное, много еще буду свидетельствовать о том, что было и что будет. Но для себя я на самом деле поняла очень важную вещь, что, во-первых, нужно делать то, что Дух Святой говорит. Потому что Бог меня учил в такие моменты, что я говорила, Господи, дай мне еще один шанс, а второго шанса уже не получалось. И я уходила ни с чем. И, знаете, как бы можно оправдываться, но я очень много, ну, я несколько раз предлагала, будучи в Беларуси, за людей помолиться, да. Давайте за вас помолюсь. Был у меня такой один случай, мне сказали, нет, я сейчас таблетку выпью. Вот, и я хочу, чтобы Бог нам действительно давал силы, несмотря на то, что нас где-то не принимают, смеются, унижают. Знаете, ну, ты же муж ноги вытирает, это их личное право. Но Иисус сказал, чтобы мы помнили, кто мы есть на самом деле. Это царские дети, и Господь все нам даст, всем обеспечил. Поэтому пусть наша, эта любовь, она продолжает через нас светить. И мне такая честь помолиться за финансы. Господь благословляет нас каждый день. У нас...